Графен, алмаз Предполагается, что новый сплав настолько стойкий, что если из него сделать автомобильные шины, то на них можно 500 раз полностью объехать земной экватор, прежде чем они сотрутся. Смартфоны смогли бы значительно увеличить срок службы, используя тонкое покрытие из этого нового сплава на своих подвижных частях, что в свою очередь помогло бы электронной промышленности экономить около 100 миллионов долларов в год. Однако делать подобные прогнозы все равно рано, считает директор инженерного института, он же проректор по инженерной части Казанского федерального университета. Создание вот таких чистых из одного материала, конечно, возможно, но насколько можно будет применять в инженерии, конечно, это еще надо много исследований проводить. Доцент химического института имени Бутлерова Казанского федерального Аркадий Курамшин также убежден в том, что о создании новых технологий говорить еще слишком рано. Понятно, что в массовом производстве она вряд ли пойдет, потому что, ну, хотя, конечно, многие считают, что там золото и платина – это самые редкие металлы на Земле, это металлы далеко не самые редкие, редкие, конечно, ну, например, не какой-нибудь там осмей, который добывается в количестве 10 тонн на всю мировую цивилизацию в год. Добыча золота и платина, они в разы, в десятки, в сотни раз все же побольше. Но, тем не менее, все равно дешевыми их назвать нельзя. Однако наиболее ценный аспект этого материала оказался абсолютно неожиданным. Во время испытаний сплав начал формировать черную пленку на своей поверхности, которая оказалась алмазоподобным углеродом, одним из наиболее ценных и эффективных искусственных лубрикантов. Ну, в принципе, это можно было ожидать, что с углеводородами там что-то произойдет, потому что платина – это катализатор в нефтепереработке во многих процессах, именно где углеводороды изменяются. Ну, то, что образовалась пленка с такой интересной структурой, да, тоже, конечно, феномен, который еще нужно будет исследовать. Полученный сплав претендует на самый износостойкий материал на Земле. Несмотря на это, исследования будут продолжаться. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс.